Очень осторожно, касаясь рукой деревянных нагретых солнцем перил, стараясь ступать как можно тише босыми ногами, Плетнев спустился по лестнице. Зеркало на противоположной стене отражало, как обычно, не весь что, но одно было совершенно понятно. В большой квадратной комнате со столом посередине кто-то есть. И этот кто-то ходит, появляясь и пропадая в растрескавшейся амальгаме. Плетнев перевел дух. Оказывается, он почти не дышал, спускаясь по лестнице. Он бросился вперед и схватил обеими руками ближайший к нему стул с резной спинкой. Стул оказался непомерно тяжелым, к чему приготовившийся защищаться Плетнев был совсем не готов. Вырвавшийся из рук стул грохнул о пол, раздался пронзительный визг, Плетнев опять схватил его и занес над головой. Чёртов стул потянул его назад, так что Алексей чуть не повалился на спину. Вы кто? Вы кто, мамочки? Плетнев перехватил поудобнее своё орудие, и тут в окне возникла глава соседа Николая Степановича, которая покрутилась из стороны в сторону и деловито осведомилась. Женька, ты чё орёшь на всю Ивановскую, язви твою? Ничего толком сделать не может, надо ж, какая девка ни к чемушная. Тут он заметил Плетнева в трусах и со стулом над головой. Здоров! Как спалось? На новом месте? Плетнев с грохотом обрушил стул себе под ноги. Я уж думал, ты на рыбаловку укатил, лапчик моя. Голова Николая Степановича разинула рот и захохотала. Велосипед спроворил с утра пораньше, да и поехал Зорьку посидеть. Машина-то твоя запертая стоит. Велел вон Женьке цветков нарезать и тебе поставить, чтобы для удовольствия. Вы городские цветки в банках все любите. Он меня чуть не убил, пожаловалась никчемушная девка Женька шмыгая носом. Стулом замахивался. А ты не дрей, Женька, громовым голосом велел Николай Степанович. Городские, они все отчаянные. Дверь-то заперта? Так я в окно пролезла. А тут он со стулом. Хорошо не шарахнул? А ты бы его тогда тоже того шарахнула. И Николай Степанович вновь захохотал, очень довольный своей шуткой. Ну, поставила и давай, давай, дуй оттуда. Нечего у человека под ногами путаться, язви твою душу. Фигуристая девица в немыслимо коротких шортах и обтягивающей маечке похлопала на Плетнева глазами и сказала тихонько. Дядь Коля просил вам цветов поставить. Я и поставила, а вы на меня стулом. — Прошу прощения, — выдавил Плетнев. Ему вдруг стало так неловко, что он даже задышал с трудом. Я подумал... Не знаю, что я подумал. — А вы вчера приехали, да? — Да, извините меня, пожалуйста. — А как вас зовут? — Алексей Александрович. — А я Женя. Мы с вами соседи. Вы заходите к нам, если что понадобится. Мы вон с той стороны. И она махнула рукой куда-то на солнце. — А вы один приехали, да? — Женька! — прокричал с улицы Николай Степанович. — Дуй оттуда, кому сказал! — Вы спортсмен, да? — С Олимпийских игр. — С чего вы взяли? — А у вас фигура такая, как у спортсмена. И девица захихикала. Плетнев осознал, что стоит перед ней в одних трусах, как будто сцену играет из дешевого девиля. И разозлился. — Ну, что вам от меня нужно, а? Цветы в банках, козы в клумбах, девицы в шортах. Я уеду сегодня вечером или завтра утром. Всем спасибо, все свободны. — Вам, может, к завтраку чего принести? Мы по вторникам в магазин ездим. Так у нас все есть. Спасибо, ничего не нужно. — Ну, я тогда пойду, да? И Женя ему улыбнулась. Плетнев улыбаться не стал, только кивнул. Девица забралась на подоконник. Немыслимые шорты задрались еще выше, но потом вдруг передумала и спрыгнула обратно в комнату. — А можно я через дверь выйду? — Пожалуйста, — проскрежетал Плетнев и посторонился, пропуская ее. Она с ног до головы окинула его оценивающим взглядом. Он мог поклясться, что взгляд был именно оценивающим, женским, манким. — Еще не хватает мне деревенских сельфит. — Так вы к нам приходите. У нас все есть. Она отодвинулась щеколду и шагнула на крыльцо, окунулась в солнечный океан. — Только к блаженным не ходите. Ну их. Я боюсь. Их у нас все боятся. Мы с девчонками однажды к ним на двор забежали, а старуха в доме одна и зелье варит. Страшно нам стало до жути. А она как повернется, как на нас глянет. У меня аж сердце в пятки ушло. Мы побежали, а старуха с крыльца грозится, что всех проклянет. — Проклянет? — машинально переспросил Плетнев. — И к Вальке не ходите. Она злющая. Любка-воровка. Где убирается, оттуда вещи пропадают. Ей Прохор Петрович сколько раз предупреждение предупреждал. А Федор вообще тюрьма по нему плачет. — Женька, язви твою душу, что ты врешь! — закричал откуда-то неугомонно Николай Степанович. — Сказано тебе, вали оттуда. Сколько ты в чужом доме прохлаждаться будешь? — А дом этот не чужой, а Прохора Петровича! — уже с улицы заговорила девица. — Его мой батя своими руками строить помогал. — Батя-то твой помогал. — Только ты-то ни при чем. — При чем, Женька! Девица растворилась в солнечном свете, пропала из глаз, и на ее месте возник Николай Степанович в белой майке-алкоголичке и обвисших тренировочных штанах. Все как вчера. — Ты ее не слушай, — приказал он Плетневу деловито. — Все, она врет. От скуки девка мается, вот и врет. — Никудышная такая. У нее родители работящие, а сама... Ну, как есть современная молодежь, одним словом. Все в Москву мечтает удрать, или на худой конец в Тверь, и там в модельеры поступить. Ну, которых по ящику показывают, они там в разных нарядах туда-сюда без дела шастают. А родители ни в какую. Вот она и крутит хвостом-то. И брешет. А отцу с матерью, думаешь, это приятно? Плетневу было решительно все равно, что приятно, а что неприятно отцу с матерью фигуристой Женьке. — Может, тебе к завтраку чего принесть? Плетнев чуть не завыл. — Мне ничего не нужно. — Ну... — вдруг заторопился Николай Степанович. — Ты отдыхай, отдыхай. Если чего надо, кричи, я тут близко. — Да, напротив, речка знаешь в какой стороне? Плетнев молча смотрел на него. Старикашка смешался, стал отступать, чуть не упал и вскоре тоже пропал в солнечном мареве. Плетнев закрыл дверь, задвинул щеколду и обошел вокруг стола, косясь на трехлитровую банку с желтыми и белыми цветами. — Сегодня у нас выходит суббота. Уезжать сейчас бессмысленно, а завтра тем более. Попадешь в такие пробки, что в Москву въедешь как раз к концу следующей недели. — Значит, поеду в понедельник. Не слишком рано, часов в одиннадцать. — Решено. А до понедельника нужно как-то дожить. Значит... Что это значит? Плетнев поднялся на второй этаж, аккуратно застелил разгромленный диван, где он совершенно непонятным образом спал. Почему так вышло, что спал? У него же бессонница, которую лучшие доктора лечили лучшими препаратами, да так и не вылечили. Напялил джинсы и с сомнением посмотрел на футболку. Вчерашний пот давно высох, но футболка так просолилась, что стояла колом. Нужно свежую в сумке искать, хоть и неохота. Он по очереди заглянул в каждую комнату второго этажа. Жарко, пыльно. Должно быть, Любанька поленилась здесь как следует помыть. В комнатах стояли старомодные комоды и старомодные кровати, накрытые старомодными покрывалами. Кое-где из стен торчали провода, видимо, предназначенные для светильников, но без всяких светильников. Покойный Прохор Петрович на самом деле не слишком утруждал себя хозяйственными делами. В самой большой комнате, справа от той, где ночевал Плетнев, размещалась библиотека, шкафы до потолка полные книг. Алексей Александрович подошел и вытащил одну наугад. Книга называлась «Угол белой стены», печаталась в серии «Военные приключения» и была издана в 1973 году. Том оказался изрядно потрепанным. Плетнев засунул приключения обратно и вытащил еще одну книгу, вовсе из другого места – «Тайны Абвера», том третий. На первой странице «Тайн» имелась фиолетовая печать с надписью в овале «Домашняя библиотека П.П. Усачева». Плетнев усмехнулся и вернул Абвер на место. Также присутствовали «Библиотека приключений», занимавшая две полки подряд, «Александр Дюма в изобилии», «Антология советской фантастики», «Зарубежный детектив», серии «Великие разведки мира» и «Загадки прошлого». По всей видимости, Прохор Петрович – покойный, не любил себя утруждать не только хозяйственной деятельностью, но и, так сказать, умственной. Серьезные литературы не признавал. Зато мебель была серьезной, кабинетной, вовсе не деревенской, а, пожалуй, даже казенной. Кожаный диван, широкие кресла с прямыми спинками, письменный стол с тумбами. Плетнев задумчиво подергал ящики, все заперты. Должно быть, и не открывались никогда. Ну что ж, хоть на два дня придется обживаться, доставать из машины барахло, варить кофе, придумывать себе занятия. Вот вопрос. Как именно следует одиночествовать и искать смысл жизни вдали, так сказать, от шума городского? То есть теоретически понятно, а практически? Что нужно делать в момент переосмысления и трудных раздумий? Просто так сидеть? Или читать нечто из библиотеки военных приключений? Или строить глазки фигуристой Жени, которая все время врет от скуки? Или подглядывать за ведьмой с соседнего участка? Или базарить со сторожем Николаем Степановичем? Или все это не годится для одиночества и раздумий, и искать смысл жизни следует как-то по-другому? А и правда, в какой стороне речка? Плетнев вяло сварил кофе и вяло его проглотил. Много лет он не мог ни есть, ни пить по утрам, и хотя сегодня так получилось, что утро началось днем, все равно по привычке он ничего этого не хотел. Подумал спросить у Николая Степановича про велосипед, потом решил, что разговоров и причитаний «Лапочка моя, изви твою душу!» будет до вечера. Осторожно открыл заднюю дверь и босиком вышел на просторную квадратную террасу. Здесь была тень, лишь на перилах лежало солнце сочными ломтями. Плетнев подошел и потрогал перила теплые, гладкие. Участок заканчивался где-то за деревьями, отсюда не видно, но Плетнев знал, что там есть решетка, а в решетке калитка, а за калиткой березы — лужайка и мостки. Он с сомнением посмотрел на собственные босые ноги. А если он дойдет босиком до калитки? Можно или нельзя? Фу ты, черт! Ему вдруг стало неловко, как перед девушкой Женей. Нет, он, конечно, городской человек, кто же спорит, но даже он способен дойти до калитки босиком. Или... не способен. Сердитыми пятками он затопал по дощатому полу, прошагал по нагретой плитке и оказался в постриженной щекотной траве. Кто же ее тут стрижет? Должно быть, Николай Степанович, больше некому. Плетнев дошел до кустов черной смородины, увешанных гроздями ягод. Смородина была старая, коренастая, листьев маловато, зато ягод много. Можно варенье наварить. Или наливку сделать. Мама любила какую-то хитрую смородину, называла ее бланшированная, как-то так. И маленький Плетнев эту смородину обожал. Не было лучшего лакомства в его жизни, чем свежий творог, политый бланшированной смородиной. Плетнев задумчиво сорвал гроздь и стал по одной объедать ягоды. Помыть бы не мешало, но один раз можно и так. — Сосед! — закричали из-за забора. — Ну-ка, подь сюда! — Подь сюда, сосед! Плетнев, к которому эти призывы, конечно же, не могли иметь никакого отношения, продолжал по одной ягоде класть в рот смородину и думать о маме. — Кому, говорю, подь сюда-то! Или ты оглох, сосед! Над высоким сплошным забором с правой стороны вдруг возникла круглая голова в Панаме так близко, что Плетнев отшатнулся и рассыпал все ягоды. — Ты чё, не слышишь, что ли? — Слышу, — пробормотал Плетнев. Присел и принялся собирать смородину в горсть. Ему так жалко стало, что она пропадет. — Пойди ко мне! У меня чё, это шланг сорвало и никак не прикручивается. Ты в шлангах понимаешь? — Нет. — Ну зайди, зайди и хоть подержи, я сама прикручу! Плетнев вздохнул и оглядел в забор, в котором не было ни малейшего намёка на дверь или калитку. Голова между тем скрылась, и с той стороны забора доносились неясные звуки. — Да чтоб тебя взяло! — От сволочь такая! Да я тебя... — Ну где ты там, сосед? — Да завтра ждать, что ли, я буду? — Как к вам попасть? — Чего попасть? Алексей Александрович пожал плечами и пошёл по своим делам. В конце концов он тут только до послезавтра, и нет никакой необходимости устанавливать дипломатические отношения с соседями. Он вдруг вспомнил, как их устанавливала Марина. Всегда лучше всех, всегда и во всём виртуозно. И ему стало так жалко себя и ушедшей жизни, которая сейчас казалась ему прекрасной. — Правильно идёшь! — вдруг грянул с забора. — Прямо до мостков и дуй, а там перелезешь, и вот наша калиточка. Я же ведь и забыла, что ты в первый раз-то! Плетнёв, толкнув калитку, вышел со своего участка, который вдруг показался ему очень большим. Дом маячил за деревьями, как будто очень далеко, и очутился внутри картины кого-то из импрессионистов. Он перевидал их множество и никогда не мог запомнить имён. Берёзы шелестели в вышине, как могут шелестеть только берёзы и только в июле, тоненьким, быстрым, немного металлическим звуком. Солнечные пятна лежали на чистой и очень зелёной траве. За берёзами были ручей и мостки, надёжные, выкрашенные надёжной коричневой краской. Плетнёв вышел на мостки, доедая из горсти смородину, и зачем-то на них попрыгал, как будто проверял. Мостки не шелохнулись. В проточной воде полоскались длинные ветки каких-то подводных растений, и в крохотной заводе цвела кувшинка или лилия, шут их знает, большой жёлтый раскрытый цветок. Тут уж начался воснецов. Сюда бы кресло полосатое приволочь. Такое специальное дачное кресло под названием шезлонг. Улечься в нём, надвинув на глаза кепку, вытянуть ноги и дремать. Вполне в духе всех бездельников и тунеядцев, начало которым положил Обломов, герой великого русского писателя Гончарова, в детстве Плетнёв ненавидел обоих, и писателя, и его героя. Прозрачная слюдяная стрекоза вдруг приземлилась на лилию или кувшинку, шут их разберёт, чтобы довершить, так сказать, идиллию. Плетнёв ненавидел идиллии. Ему казалось, что любая идиллия — враньё. «Ну где ты там пропал, сосед? В ручье, что ли, топ?» Он оглянулся. С правой стороны затрещали ветки, раздвинулись кусты, то ли малины, то ли ещё чего-то, и показалась давешняя круглая голова в Панаме. «Иди скорее, у меня там заливает всё!» Плетнёв полез в кусты, сильно укололся, охнул, поджал ногу, выскочил и запрыгал. «Чего ты?» — недовольно спросила тётка. «Ничего у нас там нету, ни стекляшек, ни железок. Чего скочишь-то?» «Зачем я всё это делаю?» «Что со мной такое?» «Или так полагается, когда приезжаешь в деревню, чтобы подумать о смысле жизни и о том, что дальше?» Следом за тёткой, стараясь не ступать на наколотую пятку, он проковылял на соседский участок, длинный и узкий, как тоннель. Впечатление тоннеля дополняли ещё бесконечные крыши, бесконечных теплиц, поднятые и откинутые рамы. И от этого казалось, что уйдёшь по коридору, заставленному шкафами с давно немытыми стёклами. «Вот здесь глянь!» «Сорвало и хлещет!» Плетнёв прошёл ещё немного. Вдруг под ногой плюхнуло, плеснулось, и он погрузился по щиколотку то ли в жидкий навоз, то ли ещё в какую-то дрянь. На дорожке между теплицами стояла лужа, присыпанная сверху щепой и опилками. Джинсы сразу залило, и брезгливый Плетнёв морщись стал выбираться, но выбираться было некуда. Лужа простиралась, похоже, на весь участок. «Да ты чего?» «Ну, говорю ж, текёт!» «Видишь, сколько натекло!» «Ну ничего, всё впитается!» «Лето нынче жаркое, даже хорошо, что мне дорожку полило!» «Вон, гляди!» И перед носом у Плетнёва возникла обширная задница, обтянутая чем-то фиолетовым. «Куда глядеть-то?» Мрачно подумал он, жалеет джинсы и себя.